Привет мои друзья! Сегодня я хочу вам представить такую игру как Surviving the Aftermath. Англичане вышли из чата. Что это за игра? Сейчас расскажу. Но сперва, что они написаны в википедии. Surviving the Aftermath это симулятор главы колонии людей в постапокалипсисе, когда землю поразило радиацией и повсюду наблюдается нехватка ресурсов. Игроки должны наблюдать множество показателей своего поселения, возводить постройки, охотиться на животных и уничтожать огромные толпы зомби. Также колония должна обороняться от набегов бандитов и быть устойчивой к различным бедствиям. Википедия это хорошо, но сейчас рассмотрим детальней. Графика. Как говорится, игру всегда встречают по одежке, а точнее по ее графическим показателям. Но какая здесь графика? Ну она не есть супер технологической или с поддержкой новомодных трассирующих лучей, которые сейчас повсюду рекламируют с новыми видеокартами, которых просто нет. Графика в игре. Что-то среднее между фотореализмом и что-то типа инди- или мультяшной графикой. Приятная и успокаивающая. Есть хорошие детализации домов и персонажей. Плюс разные детали и части хорошо видно. Красивые эффекты от погодных условий и так далее. Мне нравится. Геймплей. Ничего почти особенного. Смесь нескольких игровых особенностей. Это строительство и развитие вашего города, поселения, которые специализируются на выживании. Ничего нового как у всех, как я уже сказал. Но при начале игры у вас будет огромное количество настроек вашего поселения. Стиль, флаг и герб. Девиз, название, сложность игры и возможность выбирать специалистов. Кто это? Это специалисты и люди. Вот это информация для вас, да? Лучше всех. Ладно, если по правде, то это типа ваши главные персонажи игры, как в фильмах, о ходячих мертвецах или как в игре Stand of Decay, который имеет свои характеристики и делится на 4 класса. Ученый, который должен исследовать карту на наличии мест науки, чтобы иметь возможность изучать новые технологии. Разведчик. Разведчик. Ищет и проводит осмотр территорий. Воин. Ну это типа просто персонаж, который лучше всех борется с фрагами. Собиратель. Это персонаж лучше всех собирает ресурсы на различных зонах. Все остальные поселенцы это обычная серая масса, которая от вас требует что-то. И хорошо, что они хоть выполняют черную работу. В игре есть две карты. Карта вашего поселения, где вы устраиваетесь и строитесь, и частично добываете ресурсы. И глобальная карта, по которой возможно ходить вашим специалистам за ресурсами. Также на карте возможно встретить различных врагов и опасностей, и других поселенцев, с которыми можно вести переговоры и торговлю. События в игре. Вы живете в мире, где постоянно происходят разные локальные и не только катаклизмы. Магнитная буря, метеоритный дождь, буря, засуха, аномальная жара или холод, нападение врагов. Также различные задачи от соседей и различных поселенцев. Также в игре присутствуют разные времена года. Хуже конечно же это зима, потому что нужно всегда иметь заготовленные дрова. Или вам каюк. Звук. В игре есть звуки в формате различных атмосферных записей, плейлистов, под ваш вкус. Так звуки обычные и ничем особо не отличаются. Ну что, выводы. В игре присутствуют баги, иногда оптимизация требует лучшего уровня. Игра мне понравилась. Провожу в ней, когда у меня нет интернета. Интересная. Возможно зайдет не всем. Но точно, что я могу сказать, она не является плохой. Для нее делаются различные модификации. А как мы знаем, модификации это продлевание жизни любой игре. Например, Скайриму. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Не было скучно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Au revoir.